Изучение материалов, изготовление шпаргалок и большой вопрос, сдам или не сдам. Весной 2015 года экзаменационная пора вновь неминуемо наступит. Вот только на этот раз делиться своими знаниями будут не только школьники и студенты, но и работники управляющих компаний. Соответствующие изменения внесены в жилищный кодекс и другие нормативные акты. Из-за нововведений часть мелких управляющих компаний останется неудел. Но по прогнозам такая судьба уготована не больше чем 20% от всех управляющих компаний региона. 5 ноября мы утвердили состав лицензионной комиссии Ставропольского края и порядок осуществления ее деятельности. То есть фактически на данный момент времени управление Ставропольского края по строительному жилищному надзору готово начать процедуру лицензирования деятельности по управленным и котельным домам. С 1 мая 2015 года ни одна управляющая компания не будет иметь право на осуществление деятельности без лицензии. Причина таких изменений весьма обоснована. Лицензирование – одна из мер, призванных оградить сферу ЖКХ от компаний-однодневок. Однако не исключено появление новой проблемы. Некоторые эксперты считают, что сам процесс получения лицензии может стать коррумпированным. За круглым столом каждый из присутствующих мог получить ответ на нужный вопрос. Самый популярный из них следующий – кто сдает экзамен и как это влияет на получение лицензии. Тут ничего сложного. Отмечено, что количество сотрудников одной управляющей компании, желающих проверить свои знания, не ограничено. А вот лицензию получает один человек – руководитель ведомства. Здесь человек могут сдать этот экзамен, и кто из них будет руководителем, мне абсолютно не важно. После лицензирования за каждой управляющей компанией будет закреплен реестр многоэтажек, которые они будут обслуживать. На сегодняшний день, согласно статистике, порядка 80% жителей края характеризуют работу ЖКХ неудовлетворительно. Предполагается, что введенные меры позволят улучшить качество предоставляемых ими услуг.